Великое блаженство Человек стремится к моногамии. Для любви ему нужен объект, но такой, который будет принимать его любовь, так же, как отдавать. Одно из величайших достижений нашей жизни заключается в том, чтобы найти своего спутника, с которым мы будем чувствовать истинное слияние, как на духовном, так и на физическом уровне. В этих поисках мы можем зайти достаточно далеко, если еще не обрели любовь в своем сердце. Поэт Перси Шелли Глубокое, сложное чувство, которое мы называем любовью, это вселенная, жаждущая единства на всех уровнях – интеллектуальном, духовном, эмоциональном и физическом. Сексуальный импульс, который часто является лишь малой частью всех притязаний любви, по своей сути является своеобразным выражением чего-то большего – ощущения общности, видимой и познанной связи. Мало кто станет отрицать, что секс доставляет удовольствие. Так почему же мы думаем, что получая это удовольствие, мы совершаем что-то постыдное? Не мы создали свое тело. И даже если бы мы попытались это сделать, то у нас не получилось бы. Неужели мы думаем, что Великая Созидательная Сила совершила ошибку, сопроводив секс приятными ощущениями? С таким же успехом можно сказать, что наши глаза не должны видеть, поэтому нужно лишить себя зрения. Воистину, сподвижники зла сделали свое дело, когда заставили все человечество поверить, что боль, лишение и страдание – это хорошо, а удовольствие – это плохо. Пора нам уже выбраться из оков мученичества. Секс – это жизнь, выражающая любовь. Когда люди познают истинную любовь, поймут божественную природу любви, увидят, что любовь наполняет их душу и весь мир, и нет счастья без любви, то больше не будет неудачных браков. Если сердце человека открыто для любви, ничто не помешает ее всепроникающей силе. Она найдет свое сокровенное выражение в интимной близости двух любящих людей, проявляясь как блаженство единения, как чувство возвращения в свою обитель. Ибо все мы ищем этого чувства, и найти его можем только через любовь, которая никогда не перестает. Секс – это освобождение любви. Являясь проявлением истинной любви, он всегда будет дарить прекрасные ощущения. Как писал Элис Хевлок, нам нужна страсть, еще больше страсти, чтобы она лилась через край. Моралисты, живущие в прошлом, пусть отправляются туда, где похоронены наши мертвецы. Мы знаем, что происходит с миром, когда противники страсти празднуют триумф. Когда подавляют любовь, расцветает ненависть. Самые невообразимые оргии любви выглядят невинно рядом с оргией ненависти. Нам нужна любовь во всех ее проявлениях, если мы хотим победить ненависть. Если мы хотим, чтобы путь развития человечества был полон радостного величия и воодушевления. Вселенная радуется, танцует, поет, цветет и творит. Все жизни связаны этой созидательной силой и сложат друг другу в стремлении к одной общей цели. Любовь проникает во все, стоит за всем. Любовь – это великой цель. Бог есть любовь. Любовь безгрешная, не ведающая стыда. Вся Вселенная охвачена силой любви, силой чувственного слияния. Секс – это жизнь, выражающая любовь. Ваша интимная жизнь, ваши отношения с любимым человеком, всегда являются отражением того, как вы понимаете любовь. Но постичь любовь исключительно через личные взаимоотношения невозможно. Истинная любовь приходит только из вашей связи со своим духом, единым сознанием, Богом. Человек не может по-настоящему любить кого-то, если не познал о любви Бога. Царство Небесное – это царство любви, существующее в каждом. Человек, обращающий свою любовь к Богу, любит саму жизнь, любит себя. И вся сила его любви обратится добром и вернется ему. Скажем словами Эммерсона. «Не просит ничего любовь, но получает все». Субтитры создавал DimaTorzok